Далеко не все люди понимают мощь и силу сетевого бизнеса. Некоторым представляется этот бизнес весьма хилым, слабым и не солидным. Некоторые люди думают, что это так, беготня, по-знакомому, с баночкой. Некоторые люди, пребывая в гордости своей, занимаясь каким-то делом, имея какой-то бизнес, который звучит красиво и солидно, типа ресторан, магазин, мастерские, гостиница и так далее, зарабатывают во много раз меньше, чем прилично работающий сетевик. Но перья, хвост и прочие оперения распускают так, как будто они представляют из себя что-то значимое. Я хочу вас приободрить и сказать вам, что сетевик умный, разворотливый, разбирающийся в сути вопроса и действующий энергично, гораздо более в лучшем положении, чем большинство предпринимателей традиционного типа. И пусть они думают, что хотят, пусть они корчат какую угодно рожу. Мы должны с вами понимать, какой у нас классный бизнес, какая сила таится в этой гениальной простоте, и в этой силе дублицирования и геометрической прогрессии, и в этой силе качественного, эксклюзивного продукта, который мы продвигаем, используя его сами среди своего окружения. У нас потрясающий бизнес, и мы должны гордиться им, понимать все его положительные стороны и вести себя с позиции силы. Представьте себе, сейчас вот вам расскажу картинку. Представьте себе, звенящая высота, сияющие просторы небесного океана. Внизу горные вершины, внизу где-то далеко-далеко горные вершины. И в этой тишине парит орел. Крутое страшное дело, гордый в своем величии, вознесенный в свое сознание до выше всяких высот. И вот он там летит в гордом одиночестве, наслаждаясь своим величием, парит, крылья разбросил и парит. И вдруг на правое крыло к нему раз, и шлепается воробей. Маленький, грязный, лохматый, непричесанный, маленький воробей. Взъероженный вес такой. Располагается у него на правом крыле, ногу на ногу. И посиживает себе нахально, вот на этой огромной высоте. Посиживает, выбирает из себя какие-то перышки. Охреневший от удивления орел, смотрит на него и не может глаз отвести от удивления. Он просто в шоке. А воробей даже не обращает внимания, сидит на крыле, как у себя, у него на крыле, как у себя дома. Потом ему надоедает этот взгляд вопросительный, и он поворачивается к орлу и говорит, «Ну что, пялишься, за дорогой следи!» Меня эта картинка очень впечатляет. Я как представлю, олигархи там парят. Плевать нам на всяких олигархов. У нас суперсвободный бизнес. Они даже не представляют, на что мы способны. Поверьте, не только моему опыту. Люди, которые в гордости своей думают, что они там владельцы какого-то бизнеса. О, у меня ресторан. Да я гостиницу имею. Да у меня станция техобслуживания. Да у меня два магазина. Послушайте, большинство из них несчастные люди в долгах, в кредитах и их жизнь проводят вместе со своими бухгалтерами в беготне. А мы свободные люди. Свободные мы можем парить и там. Нам никто не запрещает. Сколько людей в сетевом бизнесе парят там в полной свободе. Не имея никаких материальных ценностей, никаких средств производства, никакого персонала, никаких головных болей, связанных с обычным бизнесом. Друзья мои, у нас совершенно потрясающий бизнес. Надо просто разобраться в нем, полюбить, понять и научиться делать. И они еще все обалдеют от того, какие результаты можно достичь. Верьте в себя, верьте в свой бизнес и у нас все получится. Удачи вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!